Ну а далее новости спорта в студии Дмитрий Варановдин, физкульт-ривет. В Ижевске продолжается розыгрыш наград Кубка страны. Копилка сборной Удмуртии пополнилась еще медалями. Серебро в командной стрельбе завоевали и живчане Наталья Подерина и Николай Килин. В личном первенстве Подерина и в стрельбе из пневматического пистолета и малокалиберного выступала в финале. Попали в финальный раунд и Юлия Каримова с Полиной Болотовой. Они в стрельбе из малокалиберной винтовки лежа заняли пятое и шестое места соответственно. Порадовали и спортсменки сборной Удмуртии по художественной гимнастике. В Москве на всероссийском турнире «Ника Спорт-16», на котором выступали и гости из Туркменистана, Греции и Болгарии, воспитанницы Ижевской комплексной спортшколы завоевали четыре золотые медали. Они на счету Евы Телипцевой, Софьи Девятых, Полины Кригиной и Екатерины Шмаковой. Далее о баскетболе. В Воронеже прошел второй этап зонального первенства детско-юношеской баскетбольной лиги среди девушек. Подопечные Сергея Александрова и Наталья Абаевой по итогам двух туров в турнирной таблице заняли третье место, что позволило им пройти дальше и бороться за самые высокие места. Поздравляем девушек с этим результатом и ждем дальнейших побед. В самом разгаре сезона у волейболистов чемпионат Ижевска среди женских команд высшей лиги набирает обороты. На столичном паркете каждые выходные забирается много людей. Среди них есть и простые любители, и профессионалы. Все они ярые поклонники этой игры. ИГМА и ОССТ встречаются на площадке не в первый раз. В сборной медакадемии в основном молодые спортсменки, во второй более опытные и зрелые. Многие из них в свое время играли в команде мастеров. Одна из них Ольга Филипова, в прошлом игрок профессиональной команды «Темп». Участвуя в таких первенствах, она поддерживает таким образом свою форму. Тонус, тонус. Постоянное движение – это жизнь. Мы стараемся держать себя в форме, участвовать на соревнованиях по городу. Хотя девочки в три раза у нас младше, но это нас не останавливает. У команды этой был и свой болельщик Андрей Филиппов. На протяжении всего матча он ни на минуту не прерывал своих комментариев. Правляются и те, и другие со своим. То, что молодость – это хорошо, они более подвижные, конечно, намного. А то, что им не хватает опыта, ну, просто еще не заложено. Эти за счет опыта пытаются выиграть, те, которые постарше. Предсказать исход этого поединка было трудно. Силы у обеих команд практически равные. Сильнее оказались все-таки медики. Играть интересно, потому что они играют на опыте. Мы играем в основном на азарте, на силе. Они где-то умнее скинут, а нам лишь бы забить. Лидер же городского первенства – команда «Восход». Специалисты говорят, борьба за золото в этом сезоне будет жесткой. Количество команд и их мастерство растет, что участниц и тренеров радует. Победитель же определится в финальных поединках в конце декабря. К другим новостям. Удачно съездили в Пермь на первенство АГФСО «Юность России». Наши юные борцы греко-римского стиля. Воткинский атлет Эмиль Секерин одержал на турнире пять побед и занял первое место весовой категории 58 килограммов. Завоевав путевку на финал национального первенства и выполнив норматив кандидата в мастера спорта. Борцы-вольники тоже без наград не остались. Нижнекамске на международном турнире, в котором участвовали гости из Таджикистана и Казахстана, удмуртские спортсмены выиграли три бронзовые медали. Они на счету Андрея Мамонтова, Никиты Валикжанина и Артура Тарасова. А в Ижевске тем временем проходят открытые республиканские соревнования по пожарно-прикладному спорту. Они посвящены памяти тренера женской сборной России Романа Масленникова. Около двухсот подростков вышли на старт соревновательных испытаний. Роман Масленников, мастер спорта, один из тренеров женской сборной России по пожарно-прикладному спорту, подготовивший не одну чемпионку мира и страны, погиб в начале этого года. У его друзей до сих пор на глаза наворачиваются слезы, когда они вспоминают боевого товарища. Это был хороший друг, прекрасный тренер. Ребята к нему очень сильно тянулись. У него был большой коллектив. Он был с Глазова и развивал в Глазове пожарно-прикладной спорт. На этих соревнованиях подрастающее поколение. Масленников пристально следил за будущими коллегами и примечал звездочек. Сейчас это делают его преемники. А молодежь, юноши и девушки стараются выкладываться на все стои в штурмовке и на стометровке с препятствиями. Я просто хочу проявлять себя в разных стилях. Я много чем занималась. И вот. А на этом я остановилась. Чем тебе это нравится, этот вид? Нагрузка большая идет. На ноги, на руки. Как бы спасать людей. Хочу в будущем. Основная цель у этих подростковых соревнований подготовить почву для поступления в высшее учебное заведение. Дети идут как бы с большей охоты, потому что кто участвует, потом могут поступить в вузы МЧС. А это, соответственно, курсанты в офицерские должности потом. И штурмовку, и стометровку участники лихо преодолели, показав тем самым, что пожарно-прикладной спорт – дело всей жизни Романа Масленникова – будет и дальше развиваться в Удмуртии. И в завершении выпуска небольшой анонс. 9 и 10 декабря в Откинске пройдут первые домашние матчи команды по хоккею с мячом «Знамя» у Дмуртии в рамках первенства России среди команд высшей лиги. Наш соперник – Оренбургский локомотив. Начало игр в 12 часов дня. Место проведения – стадион «Знамя». И это все новости спорта у меня на сегодня. Болейте только на спортивных аренах. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok